Ярл Джинс, погнали. Так, где я вообще остановился? Подожди, мы сейчас ни с кем не воюем. У нас наложница, бывшая жена бывшего правителя Альбы. Тут какой-то карлик правит, или кто? А, нет, он не карлик. Он бесчувственный, галантный, осторожный. Нам нужно, наверное, еще часть Альбы забрать. Сама Альба по себе сейчас слабая. Так, что у нас по армии? 2051. Мы можем, в принципе, вот эту вот часть сейчас забрать. Там же никто не впишется? Сюзерен, король Альбы. И что, насколько он силен? Он сильнее, чем я. У него еще союзник есть. Так, и его союзник это... Не, ну союзник лох какой-то. Ну, хочется, конечно, забирать Альбу. Но, возможно, нужно подловить его в состоянии войны. И тогда на него накинуться. Я вообще думаю, у меня вот два сына. Джерон растет вроде как нормальным. А мой наследник, Джинсагар, какое-то сострадание, амбиции, паранойя. Хотя у него священная война, трейд есть. О, нет Сюзерена. Вот это нам подходит. Так, а по силе? Блядь, а он тоже не слабый, кстати. У него еще двое союзников. А что они внезапно такие какие-то мощные? Потому что наши союзники лохи, на самом-то деле. Но мы можем, в принципе, в теории, мы можем попытаться создать Норвегию, а не Англию. Но Англия звучит интереснее как-то, да? То есть, потому что, ну, сюда вниз повеселее будет здесь смеситься со всеми, мне кажется. Ладно, короче, давайте действовать. Подожди, а что, если я Ирландию себе заберу? Вначале заберу Ирландию, создам королевство. А потом уже непосредственно империю создам Брит... Блядь, да! Да! Вот, берем Британь. У Британии есть союзники? Хорошо. Вот у тебя. О! Объявляем войну, челу. Так, кстати, я думаю, может мы изменим... Ну, то есть, я прокачал стратега, может мы пойдем дальше, ребята, в здоровье? Сменим ракурс для того, чтобы джинс дольше прожил. Потому что сыновья какие-то непутевые у меня, если честно. Ну, ладно, Джерон, но джинсагар какой-то вообще добряк слишком, как будто бы. В медицину можно пойти. Но тогда у меня отменится опыт военного дела. Тоже не очень хорошо. Но, с другой стороны, я хочу пойти в медицину. У меня же все трейты останутся с военного дела. Стратега, самое главное. Да, рыцарства не будет, конечно. Но зачем тебе здоровье, если ты умрешь в бою? То есть, вы предлагаете мне идти дальше в максимальную военную тему, да? То есть, прям стать галантным рыцарем. А, похуй, го! Плюс 4 доблесть. Когда я и Джерон посещали призамковый город, внимание моего подопечного привлек преступник, прикованный к позорному столбу. Джерон скинул голову, притворяясь, что не слышит, как преступник просит воды. Хорош! Хорош! Вот! Джерон поинтереснее уже, да? Потому что Джинсагар помог ему водой и стал нюней, блядь. А тут уже более жестокий растет. Так, можно его плюнь в него, ударь его, и он получит бесчувственность. Плюс дипломатия, плюс интрига. Так, а если сострадание или занощивость? Престиж плюс 1. Но здесь будет минус мнение о вассалах. Блин, может, через интригу его качать тогда? Сделать его чисто бесчувственной мразью? И происками мутить? Кстати, интриги пофиксили или нет? Можно сейчас, как раньше, просто убивать императоров, получать миллионы денег и захватывать изи войну вот так вот? То есть я помню, я раньше, короче, когда играл, я просто интригами убивал противника и забирал воины таким образом. Джерон будет гнидой. То есть Джин Сагар будет милашкой и добряком состраданием, да? А его брат Джерон будет максимальным злодеем, блядь. Он мудрый злодей. О, щит. Но самое главное, что он гигант. Расскажешь мне секрет, вы потеряете влияние глава дома. Против воли раскроет мне секрет, и он потеряет мнение персонажа. И Эрол Джин Сагар, возможно, получит ранение. Я получу мзнедово. С каких пор ты выдвигаешь требования? А ну говори! Ты охуел, блядь? Слышь ты, Джин Сагар, с каких пор ты выдвигаешь требования? Тайна раскрыта. Вы узнали секрет Рекицы. Любовник-любовница. Эрол Джин Саган получил ранение. Батя решил секрет не рассказать. Это как так? Батя! Мне! Батя! Не рассказать секрет. Это позор. Позор рода. Вот он кто. Ранение, оно заживет, да? То есть. Но пускай знает, как перечить батя. Джерон станет спокойным. Крайне важно сохранить спокойствие. Не, ну в принципе, раз уж у него интриги, то можно ему спокойствие взять. У него будет низкий стресс. Типа, какой смысл его миксовать, если он уже не будет воином? Так, подождите. Наемников нанять, да? Я могу наемников сейчас нанять? Они придут ко мне сюда? Блин, я знаю, что я могу выиграть этот бой. Я чувствую себя сильнее. Так, как мне набрать наемников? Это нужно зайти сюда. Армия. Я могу взять скандинавский отряд Джеронии 179. А они придут в столицу, да? Подождите, знаете, что мне нужно было делать? Мне нужно было высадиться в Альбе и потом пешком прийти, да? Тогда было бы меньше штрафов. Давайте мы пока распустим армию. Нет армии, которую можно распустить. В смысле, блядь? А вот это армия. Так, давайте вернемся сейчас домой. И потом еще раз придем, когда немножко подвосстановимся. Так, плюс военное тело. Эффективность рыцаря увеличим. Давайте просто вот здесь высадимся сначала. Так, 79%, 89%. Так, все, мы высадились. Наш воитель Флосси ранит персонажа Фудур. Так, все, сейчас должны разнести. Возможно, я бы и без наемников бы выиграл, на самом-то деле. Так, минус 66. Пожди, я съебаюсь? Я же выиграл. Почему? А, нет, все, я стою. Это он убегает. Так, потом нужно будет куда-то пойти там на охоту, пир сделать, чтобы престиж получить дополнительный. Так, я думаю, я могу разделить, в принципе, отряды. И одним отрядом пойти на столицу. Хотя, ладно, не буду разделяться. Я думаю, я могу распустить, в принципе, наемников, да? Зачем они мне сейчас? Ага, то есть я заплатил за 3 года, а потом у меня автоматически будет списание с карты? Или нужно отменить подписку? Нет, ага, все, супер тогда. Тогда супер. Так куда ты там идешь, дурачок? Все, пожалуйста, победа, блядь. Навязать требования. Давай, бывай бодерой, дружи. Так, слава о вас идет по всей земле. Ну, еще бы. Превышен предел домена. Теряет 25 мнений персонажа на 50 лет. Да мне похуй вообще. Я уже получил 2 гиганта от тебя. Все, пока. Найду себе какую-то управленческую подружку. Вот, 19-летняя. Блядь, она сейчас детей начнет не рожать. Вот это не очень приятно. Желательно бесплодную найти какую-то. Так, а что если мы сделаем вот так вот? Плодовитость бездетая. Блядь. О, но Ильяна, 72 года. У нее 18 управления, и она умная. И она, и у нее интеллект повышенный. Вот эта девочка мне подходит, кстати. Вот эта, она еще не притязательная. Девчоночка Ильяна, ко мне. Конечно. Я с радостью принимаю ваше предложение от браки. Вы и моя мать Ильяна соединитесь в священном союзе. Спасибо за мать, чувак. Пусть ваш союз будет радостным и счастливым. Охуенно. Блядь, она умерла. Моя дорогая Ильяна, быть может, между нами и не было любви, но горчат рад сильнее, чем можно было вообразить. Вы всегда были подле меня. Мне же казалось, что это совершенно естественно и будет продолжаться всегда. Да она же не успела приехать, мне кажется. Столько всего так и осталось недосказанным. 18. Но она будет детей мутить. Дети мне не нужны вообще. А можно как-то, типа, взять ее в жены, но не спать с ней? То есть, ну, как-то сказать ей, типа, No, no, дети. Принять салибат? А как это сделать? Это перк, что ли? Ну, до этого перка нужно будет дойти. А, вот, воздержанность, наверное, да? Вы не можете принять решение. Принять салибат? А, два поинта надо в итоге. Ну, кстати, нормальная тема, по идее. Матрилейный брак. Матрилейный брак это другое. Это дети все будут идти в наследство по линии матери? Но, по-моему, это плохо по какой-то причине. То есть, ну, у них все равно будут права на землю, по идее, правильно? Это хуйня. А ладно, короче, возьмем старуху. Ну, вернее, просто бездетую. Минус 200 престижа. А, вторая? Ну, ладно, че. Берем тогда гьюрит, например, я думаю. Нам нужна точно скандинавская культура, так? Ладно, с этой больше отношения. И она гигантиха. Гиганты гигантов понимают. Поэтому давайте ее приглашаем. Джерон уже какое-то время испытывает романтические чувства, объект которых Инги Берг. Кто це, блядь? Чувак. Мэээн. Ей 11 лет. Ну, ладно, так, и че? А, Джерон же какое-то время, да, понятно. Но когда, наконец, открывается, Инги Берг отвергает его жестоким отказом. Соболезную, бро. Теперь Джерон что-то бормочит себе под нос каждый раз, когда она проходит мимо. Так, ну хорошо, тогда отдаем этот кусочек кому-то. Кто хочет, ребят? Так, желательно, чтобы это был непритязательный кто-то. А, кто ты? Держи. Все, 12-летка стал моим вассалом. Давайте пирушку устроим, ребят. Зову всех на пир. Мне все равно нужно стресс снять сыну. Зачем мне отдавать сыну? А я объясняю. Когда ты отдаешь Фиот сыну, он становится отдельной ячейкой. Ты уже не подвластен его управлению, так сказать. И потом в будущем он там может суету навести. Это бессмысленно. Я уже когда буду понимать, что я умру, я, скорее всего, просто лишу одного из сыновей наследства. И потом второй заберет все земли себе. Я думаю, мы готовы к следующему нападению. Вот здесь вот мы поставим сбор армии. Так, я думаю, я их могу разделить. Например, одного на Энис отправить, правильно? Так, а тут не должно быть два отряда как-то показываться? Почему не только один показывает? Это я должен нажать, да? Разделить пополам. А, нет. Как их соединить обратно? Так, вот эту. Объедните армии. Во-во-во. Так, и теперь... Да, похуй, ладно, уже так захватим поебать, короче. Так, захватили. И давайте верхнюю часть тоже. Изучение языка провал. В смысле? Долгая упорная работа, все пустую. Выучить французский язык невозможно. Сколько ни пытаясь, мой уровень речи не поднимается выше грудного ребенка. А пишу я не лучше неграмотного, слепого и беспалого раба. Тьфу, сколько же времени потрачено впустую. Хьялмар умер, блядь! Это мой врач! Это тот, который скормил меня, мне кошку жареную. И подмышки мои порезал. Мне удалось раскрыть, что Астрид убийца, от которой пал Хьялмар. Ах ты ебаная тварь. Она мой тайный советник. Он спас мне жизнь дважды. Ты Астрид. Это проявление тирании и мнения подных ху... Ну ладно, может убить ее попытаться? Но у меня мало интриги, наверное. Я могу ее прогнать. Ладно, пускай будет. Надо нового врача найти. Ну конечно обидно. Как она могла? Как она могла? А ты кто? Пятерка? Пятерка? Давайте возьмем Фрею, у которой хотя бы 10. Так. Все, более-менее. По-моему, вот это справа моя наложница, которую я выгнал. Ха! Так, 50. Давайте 50. А, подожди! Я ее могу врачом своим сделать. За 15. Ну это Рафлан какой-то будет, конечно. Я буквально взял ее в плен. Она была королевой... Королевой, блядь. Я ее взял в плен, сделал наложницей. И потом я ее выгнал. И сейчас она может стать моим врачом. Мне кажется, это самая ужасная в мире идея. Она убьет меня. Она убьет меня просто при первой возможности, нет? Я не готов. Не готов умереть, ребят. Поэтому возьму Батхильду, скорее всего. Она еще тем более хозяин паутины. У нее там происки. А у этой 12 ученостей. То есть, ну и тут она больше подходит. Упертая, жадная. Давайте Батхильду. Не хочется умирать, слишком опасно. Так, навязать требования. Мой сын у меня на крючке. У меня есть внук. Это кто? У него уже есть трое детей? Блядь, его нужно лишать наследства срочно. У чела трое детей. Одного зовут Джинс. Второго Барт. Третьего Гурли. Джинс хорош, конечно. Он властный. Блин, но он даже не гигант. В честь Бати назвал. Довольно милая. Но мне все равно придется лишить его наследства. Скорее всего. Потому что я не готов вас... Ну, как бы... Если он станет следующим правителем, то у него уже трое детей. Нужно будет лишать их всех наследства. Ну, либо можно убить его. Но как я могу его убить? Он назвал сына в мою честь. Это ужасно. Это ужасно. Так. Это мы даруем кому-то. Кому-то непритязательному. Ну вот. Анунду. Правда, у него подагра. И он, возможно, умрет скоро. Ну, пускай насладится правлением перед смертью. На этот Энис мы пока не можем напасть. Сюда можем. Это... Выбылочный модификатор. Роскошный ковер из дальних краев на 10 лет. Думаю, мне лучше от него избавиться. Чрезвычайная бдительность. Сила сопротивления происка. Не знаю, почему он вдруг вздумал отправить меня. Убить меня хочет, наверное. Так, давайте посмотрим, кто он такой вообще. А-а-а. А-а-а. Правитель Альбы, блядь. Ковер мне решил отправить. Ага, как скажешь. Бувай бодерой, блядь. Конечно. Конечно, чел. Столица всего лишь плюс 15 не дала. Давай дальше забирать тогда. А, он тут у меня кусок отобрал. Бля, ладно, придется разделиться тогда, наверное, все-таки. Давайте мы поделимся. И одну армию пойдем вот сюда вот на отбивание. Как батечка А4. Блестящий стратег. Вот же он. Это оно, чуваки. Мстительный, отважный, бесчувственный. Настоящий воин. Потому что, ну, здесь просто два крепкий боец, как бы, да, сострадание. Уже там троих детей. Ну, это минус наследства у пацана, ребята. Это факт, как бы. Я могу отвергнуть или лишить наследства. Но Джерон покруче, чем Дженсагар. Плюс Дженсагар уже стареет, как бы. Ну, короче, понятно. Пока жену ему не будем давать, чтобы он там тоже детей не создавал, как бы. Я, вождь Гнупа и вождь Пупа и вождь Анунт, сидим над разложенной на войне столе картой и обсуждаем стратегию в нынешней войне. А Гнупа стучит кулаком по столу и громко заявляет, что нам нужно атаковать врага в лоб и сокрушить его мощью наших армий. Тогда как Анунт нервно бормочет, что нам нужно избегать ненужных столкновений, по возможности истощая противника. Я знаю, что нам с ней супруглёвать обе стратегии рядом, ебать. Ну, пожалуйста, нахуй. Босс, босс. Босс решил вопрос. Так, вот это тоже забирай. Ладно, надо объединить армии, короче. Надо объединить армии и вернуться... Какая-то война вообще не в тему. Так, вакантное место в совете. Управляющий. Мой вассал и воитель, мой канцлер. Воителей не хочется ставить. Девять здесь довольно мало. Ну ладно, давайте поставим Гнупу. Давайте поставим Гнупу. Если он умрёт, будет обидно, конечно, но что поделать. Так, навязать требования. Плюс престиж. У меня в управлении Гнупа. У него два. Но у меня здесь уже есть канцлер. Давайте вот этого поставим. Прости, Гнупа, но два управления, это пиздец. Вот так вот. Пускай здесь повышается контроль. Здесь к контролю проблема. А я до сих пор до него не дошёл. У меня нет двора. Мне нужно стать королём, чтобы он появился. Я ещё даже не почувствовал это DLC. А по поводу артефакта, у меня только один артефакт. Книжка, которую я спиздил у своего сына. Так что это я тоже не прочувствовал. Но выглядит круто. Там оружие какое-то. Я ещё пока DLC не почувствовал. Вот. Но когда стану королём, тогда почувствую. Давайте я лишу наследства своего сына, чуваки. Потому что мне кажется, я умру скоро. Всё, давай, Джин Сагарыч. Прости, сынок. Прости, сын. Наследник не состоит в браке. Так, всё. Наследник теперь Джерон. Ну и похуй, что он не состоит в браке. Пускай пока чилит. Так, я думаю, пойти всё-таки в здоровье, чтобы побольше пожить. Ну хотя, какой смысл? Давайте дальше в рыцарей. Нужно как можно больше повоевать. А есть ли мне смысл завоёвывать герцогство? Я думаю, нет. Хотя герцогство это сколько? Это типа сразу две провинции будет или чё? Нет, что так, что так будет одно. А какая разница тогда? Я не понимаю. Здесь нет смысла. Здесь нам хватит графства, да? Так, вот это вот Армонт. Давайте заберём. Я ещё очень сильно хочу хранителей древностей. Но, о, хорошая пригодность. Карл. А он может быть одновременно и врачом, и хранителем древностей, чат, или нет? Да. Всё, давайте. Назначить. Оу, мээээнн. Что берём? Доспех, венец, регалии или оружие? Ну оружие, наверное, да? Давайте оружие. Нанять местного ремесленника. Бажена выглядит неуверенно, а затем низко кланяется. Для меня будет честью и привилегией выковать для вас оружие. Ладно. Произносит она, не теряя собственного достоинства. Но блеск энтузиазма в глазах выдает её. Поведая, как вы предлагаете использовать оружие в бою, хочу, чтобы моя работа идеально подходила вам. Что-нибудь, чтобы можно было рубить и колоть? Кинжал. Я хочу оружие, которое позволит в полной мере использовать мою силу. Топор, молот или булава? По кончанию работы у вас появится копьё. Давайте второе. Топор, молот или булава? Вот это мне нравится. А, тут 50 на 50. Либо кинжал, либо меч. Но кинжал не хочу, а меч прикольный. Но мне кажется, топор мне подходит. Топор, булава, либо молот. Надеюсь, будет топор. Так, блин, я бы ещё пошёл бы на грабежи немножко, кстати, раз такая тема. У меня 9 монет. И я думаю, на грабежи будет не лишним сгонять. Не, ну у меня 13 воителей. Какой шанс у этого дурачка победить? Я вам скажу, 0%. Ааа, пососал. Так, давай на столицу. Проект вдохновения. Мечту делается. Кто там на лёту подвергается? Так это вообще не моё, мне покоя. Абсолютно, абсолютно. Так, ну Джерония разрастается, ребят. Джерония разрастается, и это найс. Так, вот этот... О, я могу держать, кстати, 5 доменов. Видимо, у меня более крутая жена появилась. Ну ладно, пока тогда держим этот домен. Здесь у нас контроль усиляется. Так, вот эти челы. Могу ли я на них напасть? Нет, не могу. О! О! Мэн! Так я могу на тебя напасть. Так, лохи приходят, лохи уходят. Отдых для уставших. Потные, усталые, голодные. Долгий день тренировок с моими войсками подходит к концу. В поисках места для лагеря мы замечаем вдали заброшенный замок. Или замок. Похрустывая костяшками, я объявляю, мы станем здесь на ночлег. Блин, мне уже 50 лет, кстати. Зайдем внутрь, наверняка там есть сокровище. Темнота, сырость и запустение. Я уже седой, кстати, пиздец. Не-не, мы обыщем верхние этажи и залутаем 75 изи. Левиафан? Воу-воу! Мэн! Что это? Ярл не может не проводить какое-то время в море. Подставляя лицо соленым брызгом и ощущая под ногами крепкий корабль. Сегодня мой личный корабль и несколько кораблей сопровождения вышли в море, чтобы потренироваться. Появился небольшой остров темной плоти. Величайший зверь всех морей. Кит. Готовьте гарпуны. Пусть другие займутся этим и принесут мне его тушу. Личественная гроза сознания. Не трогайте его. Нет, готовьте гарпуны. Плюс 100. Секира. Хуйня какая-то, да, походу? Мой господин, мой бенефициарий Бажена подходит мне с широкой улыбкой на лице. Хуйню какую-то сделала, походу. Плюс 2 доблести. Так, а я могу заказать сразу же следующий артефакт? В 905 году смогу. Через 4 года. Командир Джерон. А почему Джерон командует? Стоп! Джерон мой единственный наследник. Дайте кому-то другому командовать. Почему я не могу поменять командира? А, я могу. Все, я становлюсь командиром. Все, я более опытный командир. А одну из моих армий разбили сразу, да? Так, перспективы. Все, столицу забрали. Навязать требования. Да будет так. Распускаем армию. И в итоге одна у меня лишняя провинция. Это Энис. Скандинавский, 13 лет. Дарую титул. Поздравляю, новый вассал. Он бухой в 13 лет, что ли? Нет, он отважный. Сострадание, властность. Красава. Вождь Ньял. Назови сына в мою честь. Так, Джерония крепнет, дамы и господа. Сейчас мы идем уже, наверное, на Гелария дальше. То есть, сын воитель хочет умереть в битве. Нет, нет, он не должен умереть. Он наследник престола. Посмотрите на него, пиздец. Он воин какой-то лютый, конечно. Но ему умирать нельзя. У него уже плюс основа фехтования. У него уже 29 доблести. Давайте захватим одно герцогство. Почему бы и нет? Как раз у меня будет два герцогства. Я смогу потом отдать его. А, я могу потом создать просто герцогство. Правильно? Я же здесь могу, по идее, просто вот, допустим, взять Дезмонд. И взять герцогство Манстр и создать его просто. И все. Я даже сейчас могу его создать. И отдать его потом какому-то правителю. Но сейчас нет смысла, наверное, создавать. Правильно? Давайте дальше графство собирать. Так, вот графство. Объявляем войну Олафу. Я бросаюсь с ее объятия крепко. И прижимаюсь к ней. Мы сливаемся в сладком, как мед поцелуи. Хорошо, что ей 50 лет. И она не может детей иметь. Я не могу понять. Смотрите. Вот. Гел Химени, да? Вот чел. У него есть одна провинция или нет? У него есть право на вот эту нижнюю провинцию. На самой провинции у него нет. Что еще я должен захватить у него, блядь? Я не могу понять. Чел, и что, мне сюда идти, что ли? Ну, погнали. А, у них столица вот здесь вот. Я думаю, можно просто подождать, пока будет 100%. Правильно? Все, 100%. Навязываем требования. Да будет так. Не, ну это уже точно надо кому-то отдать. Ну ладно, пускай уже будет, ну, не непритязательный, да? То есть просто какой-то хороший управленец. Вот, мой воитель Карл. Клары украл. Каралы! Помоложе желательно, чтобы не предал. Вот можно вот этого взять, допустим. Он, кстати, гигант. Я уважаю гигантов. Давайте ему отдадим. Кстати, можно отдать сыну, которого я лишил наследства. Действительно. Джинсагару. Так, Джерон нет. А вот Джинсагар... А можно прям имя его найти или нет? Почему нет поиска по имени? Короче, его здесь нет почему-то. Ну и похуй, ладно. В любом случае, у меня пока достаточно златов. Так, давайте еще одно графство. Просто мне нужно как можно больше посражаться, пока я не умер. Потому что я очень силен. И пока я силен, надо жестко попиздиться. И сколько мне до создания Ирландии? По-моему, еще две провки надо захватить. Но вообще, я бы всю Ирландию забрал, на самом-то деле. Чтобы прям кайфово было. Еще две провинции надо. И можно будет Ирландию делать. И у меня откроется двор, ебать, DLC-шный. Оу-е-бой. Выразительный Ярл Джинс. Я призываю вас соблюсти наш союз и приединиться ко мне в войне по претензии на артефакт. При отказе я потеряю 350 репутации. При согласии... А, у врага 136 человек армии. Блядь, так он сам справится. Ну ладно, принимаю, окей. Я думаю, он и без меня разберется. Так, навязать требования. Так, что у нас? Наследница стоит в браке. Помолненные могут пожениться. О! Все, теперь она может стать моим тайным советником. 24, это вообще топ. Так, это мы... А, у меня 6 из 6. Могу держать пока что. И еще одну провинцию для Ирландии остается. У него есть украшение. И что, я могу, типа, объявить ему войну, потому что мне нужен... Нужна какая-то деревянная хуйня. Деревянная статуэтка. Хотя, возможно, это какая-то важная тема очень. И она дает прирост стресса плюс 2. Вот это жестко. Секрет раскрыт. Мой вассал и его любовница Бадиль предавались плотским утехам. Ай-яй-яй. Альба разрастается. Так, вот это могу захватить? Они, кстати, довольно сильные. Но это будет последний кусок, и я смогу создать Ирландию. А покорения у меня нету, кстати. Я бы, возможно, заюзал бы покорение. А, ну хотя, если я заюзаю покорение и покорю полностью всю Альбу, я потом хуй с ней разберусь, мне кажется. Типа, я могу захватить всю Альбу. Но покорение это такая тема, что вассалы же остаются те, которые были у Альбы. И там он станет моим вассалом. Да, я знаю. Но там суета начнется. Я не люблю это покорение, потому что потом вот эти восстания по КД и так далее, лучше, мне кажется, аккуратненько, аккуратненько захватывать, воздвигать. Сейчас мы, кстати, можем их наебашить без проблем вообще. То есть мы можем просто напасть и вот это графство себе забрать спокойно. Они сейчас слабые. А если вот хочу герцогства, может, какое-то большое, где не одна провинция. Ну, можно, конечно, сразу на столицу пойти, но она довольно далеко. Поэтому я лучше здесь буду ближайшее захватывать. Так, миротворец. Склонность согласить на мир плюс 10. Но там потом галантность. Галантность, это будет кайф. Так, а если мне смысл сразу Ирландию создавать? Или лучше подождать, пока я полностью все захвачу? Не, ну то, что он что-то сделал с моей женой, это, конечно, пиздец. Убиваем его. Карл больше не придворный врач. Sorry, man. Кстати, теперь я с 90% могу... Блядь, он был хранительным в древности, кстати. Ну ладно, неважно. Найдем нового. Так, распускаем армию. И смотрите, теперь очень важно, очень важно. Я могу создать Ирландию. Ну, Джеронию, как бы, естественно. Так, вот, Ирландия. Но мне нужно два герцогства. Для начала создадим герцогство тогда. Герцогство... Манстр. Манстр. У меня все феоды манстра уже есть. Создаем манстр. Создаем титул, да? Так, до юры столица. Наследование державы будет наследовать согласно законам вашей конфессии. Добавить законы, даровать, сделать основным, уничтожить титул. Что? Ну, все, я создал или что? Да, все, теперь у меня два... Два герцогства. После этого я создаю Ирландию. Но мне не хватает 250 гривен. Так, ждем. Ждем пополнения денег. Создаем Ирландию. Потом, нужно ли мне герцогство манстр? Я могу герцогство манстр отдать одному из своих вассалов, которые здесь правят. Это более логично будет, по идее. Так, можем пойти пограбить чувачков немножко. Мы довольно сильные. Так, у меня 7 из 6. Что-то могу отдать. Вот этот вот гауран могу отдать. Так, соберемся с пацанами для налета. Налетим мы на своих врагов. Грабим, 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 грабим. Так, тут 9. Так, плюс 25. 17. Все, возвращаемся. Этого хватит, чтобы Ирландию создать. Наконец-то создаем Ирландию. Да здравствует король! Да здравствует король! Только не Ирландии, а Джеронии. Королевство Ирландия. Ирландия. Оно же королевство Джерония, нахуй. Давайте какого-то красного цвета. Ярко-красного. А можно еще черного цвета сделать? А ну-ка. А, хотя нельзя будет потом изменить. Так, ну королевство, скорее всего, я буду долго держать. Поэтому давайте какой-то красивый сделаем. Только немножко неправильно. Ну что-то хотя бы более-менее нормальное. Ну, ладно, сделаю сам. Так, эмблема будет желтая. И сама эмблема будет какой-то дракон. Вроде неплохо. Мне нравится. Все. Цвет будет... Ну черный, наверное, ничего не будет видно. Давайте ради прикола попробуем. Как это будет выглядеть вообще? Нормально. Нормально, видно. Ну, потом поменяем, если что. Если надоест. Все. Даруем титулы. Пускай у нас будет один могучий вассал. Все, охуенно. И в итоге у нас есть королевство Джерони. У нас есть ярлство, которое полностью под моим контролем. И, соответственно, королевство. То есть, ну, это идеально. Это идеально. Это значит, что вот здесь вот сейчас в Манстере главный у нас вот этот вот чел. И у него здесь есть как раз один фиот. То есть, ну, короче, блядь, ну, вау. Вот это круто. И продолжаем, наверное, дальше. Вот сюда вот до конца захватывать Ирландию. Трофеи налетчиков доставлены. Проблема в том, что довольно мало денег. Пока мы уже немножко подождать. Скучающий берсерк. Ого. Узрите, я безразличный Карл. Мне нужна кружка Эля, женщины и обжаренный миндаль. А не то на вас обрушится мой гнев. Кричит мужчина на собравшуюся толпу. Очевидно, этому огромному воину скучно. И он ищет неприятностей. Фанатизм, маньяк. Кто из вас посмеет сразиться со мной? Никто не советует обменить меня в трусости. Ты ущербный щегол. Мне похуй, я как король готов с ним подраться. Мне плевать. Ебать, это какая-то новая механика. У меня мой топор. У меня моя кольчуга. Карл и я ходим кругами, оценивая друг друга. Он приподнимает свое оружие. И секира без изыска в моих руках придает неуверенности. Смертносное оружие кажется холодным и тяжелым. Хотя бой продлится до первой крови, облегчение это мне не приносит. Мужчины получше вас погибали в пытках проявить защиту. Это все, что можно, вы меня не задели. Ты думаешь, что можешь победить знаменитость вроде меня? Тварь. Бой один на один. Мои слова глубоко ранили. У нас сначала еще флютинг начинается. Ты думаешь, ты сможешь победить знаменитость вроде меня? Мои слова глубоко ранят самомнение противника. Всем известна моя слава. Мой престиж и его репутация меркнет в сравнении с моей. Карл принимает защитную стойку. И делает все возможное, чтобы отражать мои удары. Следя за каждым моим движением. У меня нормальное движение. Хотя я не без изъянов. А Карл держится неплохо. Мой соперник все еще неплохо держит удар. Но похоже, он начинает ошибаться. Думаю, на нашем примере я придам урок всем остальным. На! Я затрудняюсь почитать, сколько людей погибло от моей руки. Один чел. Один чел погиб от моей руки. И это Карл. Только другой. Может он мстит за всех Карлов? Теперь на меня будут нападать одни Карлы? Какой шанс, что на меня, мне бросит вызов именно Карл? Здесь же миллиарды персонажей. У них у всех разные имена. Почему, почему на меня напал именно Карл? Я затрудняюсь почитать, сколько людей погибло от моей руки. Может быть Карл станет следующим именем в длинном списке. Чувак, ты убил одного чела? Это был Карл, только другой. Но ему явно не по себе. От вихря моих свирепых ударов. Свидетельно стремительностью Карл наносит мощный раскладывающий удар. Топор почти вылетает у меня из рук. У меня хорошее движение с незначительными огрехами. Карл держится, неважно. Мне удается удерживать соперника в невыгодном положении. Но это еще не победа. Ты думаешь, ты сможешь победить, замениться вроде меня? Блядь, я же уже говорил это ему. Мои слова глубоко ранятся на мнении противника. Всем известна моя слава. Так, удар, защита, выпад. Победа! Ура, победа! Что противник, вот-вот его отрубаю, ему голову признает поражение. Победа за мной. Скучающий берсерк, упокоенный гнев. Вы крепче, чем кажетесь, сплевывает Карл. Мужчина лежит на земле в крови, его ярость утихла на время. Я с радостью буду биться бок о бок с вами, и тогда нас никто не остановит. Я из-за того, что он мстительный, не могу принять его в свои ряды, поэтому я его убью. И повышу престиж и ужас. Так, и в итоге я убил Карла и Карла. Карла убийца я. Когда я уже умру, я не понимаю. Мне 58 лет. Бля, зачем я выбрал черный цвет, чуваки? Пиздец. А можно поменять? Но оно теперь на Уэссекс похоже. Но как будто мы... Ну ладно, похуй, я потом завоюю его. Я заберу у них красный цвет силой, так сказать. Так, а что, альбу могу? О, тут другой новый король. Король в фалахтах, ебать. О, мэн. 1400, вот это другое дело. Так, а что по герцогсам? Может, у тебя какой-то большой кусочек есть? О, великое вождество мори. Посмотрите, какой большой шмат. Подожди, а есть ли графства? Такого нету, да? Ох, ебать. Подожди, то есть, если я заберу у него герцогство мори, то мне сразу же будет 4 провинции? За один захват? Оу, оу. Но это последнее, куда мы нападем, я думаю. Можно, конечно, допустим, забрать этот кусок, потом попытаться интригами убить короля, и потом еще кусок забрать, потом еще кусок, еще, 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 еще. Или можно вообще сразу его покорить. Но это будет суета, честно говоря. По моим воспоминаниям, такого образа покорения, они ни к чему хорошему не приводят. Вот зима начинает. Сейчас мы ебнем этого чела. Аааа, король в плену, блядь, вел армию. Ну ты дурак, конечно, король. Ну ты дурачок, корольчик. Ой-ой-ой, а джерония-то, ребята, разрастает. Блядь, мне не нравится, что у меня с Англией один свет. Я не хочу. Хочу что-то иное. Может какой-нибудь темно-синий или ярко-розовый. Оооо! О, оно! Теперь у нас, правда, с Византией, похожий, но хотя бы у меня более индивидуальный, как бы. Кайфовый, кайфовый. Здесь кусочек, здесь кусочек. Так, а вот этот вот островок, у тебя есть союзники? 1200 у них. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чел. Я удивлен, что я до сих пор не умер в бою, но зато сколько мы захватили. Стратегический тупик. Я, вождь Сэмунд и вождь Вальтёв, сидим на разложенном столе, картой обсуждаем стратегию в нынешней войне. Сэмунд с готовностью отмечает основные точки, на разграбление которых нужно отправить легкие отряды. Тогда как Вальтёв объясняет, что нам нужно наблюдать за действиями врага и отвечать соответственно. Чуваки, я крутой стратег. Используем две стратегии сразу. Так, это что? Доступно на... Ебать, что это? Я забыл, что это. Наследие джеронсов! О, мэн, кто мы, джеронсы? Дом воинов. Грабёж. Морские волки. Скорость передвижения по морю. Престиж. Репутация от битвы. Жажда странствия. Дипломатический радиус. Ну, мне нравятся либо военные, либо морские волки. Или кровь. Голубая кровь. Шанс наследовать хорошие врождённые черты плюс 30%. Ну, это, я так понимаю, имба какая-то лютая, да? Вот эта врождённая кровь. Плодовитость плюс 10. Привлекательность плюс 10. Мнение ребёнка плюс 10. Морские волки. Да! Ваша династия получает доступ к достоинству морские волки. Мы будем грабить. Да на кого ты нападаешь? На морского волка? Кто нас грабит? У, чувак, зря ты это делаешь. Сюда, сюда. Требования ко мне, пожалуйста. Распускаем. Вот эту вот штуку отдаём. Нам желательно как можно больше всего поулучшать, потому что скоро умирать. Пускай строительство идёт. Короче, я так понимаю, это новый тип наследования, и мой сын не факт, что будет, унаследует все титулы. То есть там будет голосование какое-то, но это понос. Это нам не надо пока что точно. Голосование за наследника нет. Просто мой сын будет наследником. Это лучший вариант из возможных. Опа! Вот судно, на котором поплывёт король. Что? Верно говорят. Хочешь знать, что за человек-король? Посмотри на его дракар. Корабль расскажет, насколько богат и успешен хозяин. Какое впечатление он хочет произвести на мир. Я смотрю на своё судно, и оно кажется мне ущербным. В подтверждении этой мысли у корабля со скрипом отваливается снасть. И судно зловеще потрескивает, словно привыкая к увечью. Заказать новый корабль надолго, но будет достаточно простой замена. Разве я не заслужу корабля, который станет олицетворять меня? Так, чудовище, внушающее страх вассалам. Дракон, ревущий моё имя. А зачем мне другой корабль? Так, дракон, чудовище или левиа... Дракон. Хотя левиафан больше подходит, как будто бы. Плюс он... Плюс добыча. Давайте дракон... Этот, левиафан. Левиафан. За 80. Передам его своему сыну Джерону. Ну ладно, гайз, уже завтра. О, вернее, на следующем стриме будем разбираться, потому что завтра у нас, возможно, будет аниме. А возможно нет. Посмотрим по настроению. Вот, на сегодня офф. Спасибо всем за просмотр.